Динамичность, раскованность и экспрессия. Именно эти три слова ассоциируются с нашей сегодняшней гостью. Досмотрите это интервью до конца и вы узнаете, какова цена победы, как найти себя в спорте после окончания карьеры и почему методика тренировок Дерюгиной уже устарела. Пусть камни не обижаются, но есть гиены и шакалы. Все, других людей я просто не вижу, другие люди просто уехали. Глупо еще петельный вопрос задает я. Ну, ни один спортсмен со школы Дерюгиной не уходит с открытой двери. Дерюгина мне сказала, или ты будешь наркоманкой, проституткой или алкоголичкой, или будешь со мной. Почему тогда вы не попросили у Ирины Ивановны квартиру? Я очень долго мечтала о мини-купере. А сколько сейчас нужно независимой женщине, чтобы чувствовать себя комфортно? Я не хожу по ресторанам, я не покупаю дорогие вещи. Наташа, почему вы не любите футболиста? У него очень большой зарплаты. Здравствуйте, Наташа. Добрый день. А скажите, пожалуйста, с какой мыслью вы сегодня проснулись? С мыслью счастья только сегодня обсуждала, потому что я каждый день просыпаюсь счастливой от того, что мне не нужно вставать рано, и мне не нужно ехать в тренировочный зал и заниматься гимнастикой. В котором часу вы просыпались тогда и сейчас? Каждый день я просыпалась в 6.45, потому что где-то в 7.15 мне надо было выходить из дома. В 8 утра у нас была хореография уже. И иногда я приходила до хореографии, потому что мне надо было похудеть, там прыгать на скакалке, значит, это было еще чуть-чуть раньше. И это изо дня в день, а сейчас я просыпаюсь, ну, 10-11. Я вам очень завидую. Да, много кто завидует. Видимо, именно это помогает, в том числе и это позволяет вам так отлично выглядеть. Ой, спасибо, это, видимо, был комплимент. Безусловно, потому что говорят, когда человек достаточно долго спит, это позволяет ему выглядеть. Но вы же знаете, можно ложиться очень поздно, кто-то ложится в 6, встает в 10, поэтому... Но у меня обычно 8, 9, 10 часов. Я с Соней, я люблю спать, я хорошо сплю, с мечтами, с классными снами очень часто, до сих пор летаю во сне. Думаю, куда же еще расти, надеюсь, не вширь, а куда-то в длину. Вы начали заниматься гимнастикой, когда вам было 7 лет. Да. А сейчас детей отводят в 4, а то и в 3 года. Как вы к этому относитесь? Это нужно смотреть по ребенку. Сейчас совсем другие дети, совсем нужен другой подход. И есть кто в 3 уже готов. Я видела девчонок маленьких, они чуть ли еще не в памперсе, но мама даже выходила из зала, и ребенок хорошо себя чувствует в зале. А есть кому 4,5, и он не может от мамы отойти, он все время плачет, ребенок. Я говорю, вам еще рано. А там родители хотят, ну вот нужно. Я говорю, ну как минимум индивидуально рано. Вам нужно найти какую-то такую группу таких же деток, чтобы они были в красивых юпочках, в платьицах. И для них это было как, ну я не знаю, встреча, посмотреть друг на дружки, поприседать, чуть-чуть затратить энергию и до свидания. А как вы считаете, правильно ли на месте родителей реализовывать свои амбиции посредством детей? Конечно нет, вы же знаете этот ответ. Зачем вы мне задаете? Но ведь они это делают, продолжают делать? Делают, к сожалению. Ну, не бывает идеального всего. Многие воспитывают детей так, как воспитывали их. И многие люди не воспринимают ту новую информацию для детей, психологию не воспринимают. Они, им кажется, что это какая-то ерунда или об этом, ну, мой ребенок другой, это не надо. И что вы рассказываете сказки, кто-то говорит, что в этом возрасте и так нужно поступать. Или папа-мама говорит, а нас воспитывали по-другому. Ну и в общем это вот так крутится, крутится и ничего из этого не получается, кроме сломленного ребенка. А вы каким-то образом можете это изменить? Я немножечко меняю что-то, скажем так, шаг вправо, шаг влево. Но глобально сделать какую-то пробежку, чтобы что-то поменять глобально, надо полностью свою жизнь положить в этот вид спорта. И неизвестно, будет результат или нет. Но вам это по силам. Но я не хочу. Вы общаетесь с родителями, можете каким-то образом повлиять на то, чтобы они не пытались на своих детях. Один в поле не воин, к сожалению. Безусловно, но вы являетесь авторитетом как для детей, так и в какой-то степени для родителей. Я ответила на вопрос, что я не хочу, потому что для меня в первую очередь на первом месте стоит моя жизнь, мои приоритеты, мои желания. По возможности я помогаю. И возникает следующий вопрос. Кого же вам интереснее делать из детей? Красивых невест или же чемпионок мира и олимпийских чемпионок? Ну, я всегда говорила и до сих пор. У меня нет амбиции воспитать ни чемпионку мира, ни олимпийских игр. Мне это совершенно не интересно, потому что в первую очередь ребенок должен быть красивый, счастливый, здоровый и идти по жизни как чемпион. Потому что большой спорт зачастую ломает личность, он даже не дает ей развиваться. Я говорю про наш вид спорта. Потому что вот это я, оно полностью сломленное. И где-то в 20, кому-то раньше, кому-то как мне 26, приходилось искать себя. Ты даже не понимаешь, кто ты в 26 лет. А сейчас, извините, в 26 лет, ого, и бизнеса делают, и семьи уже у девчонок и так далее. Поэтому на данный момент, и мне кажется, это останется всегда со мной, что мне интереснее помогать детям входить в их будущую жизнь, нежели воспитывать там олимпийских чемпионок. В одном из интервью вы сказали, большой спорт – это очень много грязи и нечистых языков. Глаза говорят одно, а за глаза другое. Мне этого хватило. И? Вопрос? Ну, расскажите подробнее об этом. Ну, любая сфера деятельности в нашей жизни всегда связана с грязью. Ну, возьми шоу-бизнес, возьми телевидение. Ну, это спорт. В спорте? Вы что, в спорте одни женщины практически. Вы представляете, что каждый хочет переманить на себя одеяло. И есть голова рядом, пусть Кайна меня не обижается, но есть гиены и шакалы. Все, других людей я просто не вижу. Другие люди просто уехали. Уехали из этой страны и живут себе в другой стране. Или занимаются вот как я, хобби с детками. Все, они не влазят в эту кашу. Зачем? Ну, кто-то может оттуда получать удовольствие. Я не получаю. Вот какую роль родители, в частности мать, играет в жизни гимнастки? Какой вы щепетильный вопрос задаете. Ну, это интересно. То есть в вашей жизни была Ирина Ивановна, да, которая... Ну, зачастую в нашей жизни была Альбина Николаевна. Альбина Николаевна. В наше время, потому что она все время проводила с нами время с утра до вечера. А Ирина Ивановна была в зале не так часто, как Альбина Николаевна, скажем так. И всю работу проводила опять-таки Альбина Николаевна. Начиная с собраний с нами, с собраний родителями, с хореографии. Она очень часто пыталась приезжать пораньше. Допустим, они всегда по 10-м приезжают. Но я приезжала к 9-ти и проверяла, кто есть на хореографии или нет. Я очень часто за это получала, может, и прогуливала. И все время она была с нами, разговаривала, отчитывала, учила, разъясняла. Ирина Ивановна зачастую приходила, работала только с теми, с кем хотела. И ставила постановки наших упражнений, и то определенному количеству детей. Другие дети делали упражнения старших, или она выбирала кого-то только вот так. Поэтому все время было с Альбиной Николаевной. Но маму я видела с 11 лет, это только в 6.45 утра. Я молча завтракала, если был завтрак, уезжала. И вечером я говорила, мам, не трогай меня. И все, мама меня не трогала. Потому что были родители, которые вечером еще детей, ну там, или заставляли тренировать. Или если им там тренер позвонил и сказал, что ваш ребенок плохо себя вел, они еще говорили, ах, какая ты плохая и так далее. Поэтому очень много всего наслышано. Но я считаю, что родители должны вмешиваться, должны... Во-первых, мы не можем сравнивать нынешнее время и время, в котором я тренировалась. Это совершенно, это как, ну не знаю, разница в 100 лет. В чем конкретно вы видите разницу? Разница в детях и поколение меняется. Очень много всего появилось за это время. Когда я занималась гимнастикой, была только гимнастика. А сейчас сколько всего? Чем ты можешь заниматься? И сколько разновидностей танцев ты можешь пойти? Все хотят на телевидении? Или там танцуют все? Или все, что связано с танцами, или мают таланты, или на голос, лучше туда дети пойдут. Ну, им важнее какая-то, может быть, известность, популярность. Есть еще и чирлидинг, и мажорет спорт. Это как такие помпоны там есть, они там танцуют. И классно. И ты девочка со средними данными. Ты можешь поехать и на чемпионат Киева, и Украины, и чемпионаты мира. А тогда этого ничего не было, а у тебя была только гимнастика, все. Поэтому сейчас тренерам сложнее заинтересовать детей. Потому что они могут много чем заниматься, тогда ничего не было. И все дети шли только на гимнастику. Были какие-то народные танцы, но как-то оно было так. Никто еще не знал, что такое контемп, и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас это все есть, хочешь, иди танцуй. А вы решили завершить карьеру? Насколько тяжело вам далось это решение? Так давно было легко, потому что я шла к этому целый год, а потом просто сказала до свидания, и ушла, хлопнула дверью, потому что был немножко такой скандал, и ушла, и все. Какой скандал? Ну, ни один спортсмен со школы Дерюгина не уходит с открытой дверью со стороны Дерюгина. Почему? Ну, задайте этот вопрос, почему. Я хочу услышать вашу точку зрения. Не знаю, я у меня не спрашиваю. Такой человек любит власть. Именно это стало причиной того, что вы решили уйти? Нет, ну, был возраст, слушайте, мне было 24 года, кто у меня сейчас за 24 занимается? Практически никого нету. Да и тогда мало кто занимался, 24, 25, все уходят рано. Это сложно, когда ты хоть чуточку понимаешь и начинаешь думать, ты понимаешь, для чего ты тренируешься. Такой вопрос, зачем ты тренируешься, ради чего? Как-то мне сказали, ну, ради зрителей. Я говорю, когда мне нечего будет есть, мне зрители помогут. На тот момент вы понимали, ради чего вы занимаетесь спортом? Ну, я тогда не задавала себе этот вопрос. Но мне кажется, после всевозможного анализа, мне нравилась художественная гимнастика. Я любила ее, поэтому я и занималась. Просто исключительно потому, что вы ее любили? Ну, я думаю, я другого не нашла. Я не любила соревнований, я не любила поездки, потому что это был всегда стресс. Мне очень сложно было всегда выступать и все эти сборы. Ну, я этого не любила. Ну, а кто будет любить эти ненормальные тренировки, которые я считаю, что 80% просто построены неправильно? И по сей день? Да. Многое изменилось, но потому что нельзя использовать ребенка, нельзя владеть им полностью. Вот есть, допустим, промежуток возраста в художественной гимнастике. Нельзя эти 10 лет забирать себе. Нужно делить это время мое для гимнастики, это время для родителей, это время для учебы. Потому что, когда говорят, ты после спорта все успеешь, это неправда. Потому что, почему школа с младшего возраста, почему мы в школу не идем в 15 лет, к примеру, не в 20 лет, а до 20 лет мы там гуляем, отдыхаем. Потому что всему свое время, тут идет школа, ты заканчиваешь, допустим, спортивную карьеру 25, все уже закончили школы, университеты, они знают, что делать и так далее. Ты заканчиваешь художественную гимнастику, ты не знаешь, кто ты, ты не знаешь, что ты, у тебя нет денег, допустим, в моем случае так было, какие-то там копеечки были, на что можно было жить. У тебя нет профессии. Быть гимнасткой и быть тренером, это две разных вещи. Быть с маленькими, быть со средними, быть со старшими, быть с таким уровнем, таким, таким или каким-то еще таким. Это совершенно, это все приходит с опытом. Это тебя должны учить, если рядом есть тренер, который тебе может это все подсказать. Это очень круто. И когда у тебя есть время на учебу, тебе нужно тратить на это какие-то деньги. Тебе, ну нету ни квартиры, тебе надо снимать квартиру. За какие деньги? Ты идешь работать, ты не идешь учиться. Ты ничего в жизни не ведешь, ты хочешь путешествовать, у тебя нету денег, надо работать. У многих сразу же появляются семьи, они даже не пожили этой жизнью, у них получается спорт, хоп, а сразу семья. А найти себя, поделать ошибки, поездить, чему-то новому научиться. В гимнастику всегда вернешься, потому что Дерюгина всегда говорила, если ты сейчас уйдешь, ты в гимнастике никогда не будешь. Нет, надо себя после спорта во всем попробовать. Вот в чем хочется, в том и пробуешь. Но дело в том, что иногда у тебя просто нету желания после спорта. Потом, когда появляется желание, у тебя нету денег, а потом, извините, надо семья, ребенок, надо кормить, быстро все делать, и люди вообще не успевают жить. Это страшно. Вот когда вы решили закончить карьеру, вы задумывались о том, чем вы будете заниматься? Нет. То есть это было несколько такое авантюрное решение? Я не знаю, как это было, и никто не подсказал, не объяснил, не направил. Это было несколько рядом, который мог бы подсказать. Нет, нет, не было ничего. Просто впустую, я не знаю, это как туман перед вами, и ты думаешь, а что там, обрыв или нет? Ай да, пойду проверю. Но это вот так было. Потому что Дерюгина мне сказала, или ты будешь наркоманкой, проституткой или алкоголичкой, или будешь со мной. Я хлопнула от двери и ушла. Такие нерадужные перспективы. Да, и вы представьте, что если в течение вот этих 13 лет вам внушают, что вы никто и ничто, в принципе, и что если вы плохо выступите, мы заберем все ваши звания, вы не будете учиться в университете, и вас все забудут. И другими словами нас обзывали, но когда психика ребенка созревает, и в течение 13 лет вам говорят, что все плохо, все плохо, вы плохо, вы плохо, что будет, что ждать потом от детей, от девушек и женщин, какие перспективы? А почему тренера позволяют себе оскорблять, унижать детей? Ведь это, в принципе, потом в дальнейшем сказывается на психике. Сказывается, и многие отрицают, что этого у нас нету, и у нас все так хорошо, у нас все так сладко, и дети вам никогда об этом ничего не скажут, потому что... Потому что они запуганные. Запуганные, и понимаете, все хотят быстрый результат. Чтобы был быстрый результат, должна быть жесткость. Вот как ты крикнешь, и ребенок сразу же идет мобилизация. А если ты объясняешь, то представьте, каждому ребенку, а их много, с ними надо разговаривать, то, что у нас никогда не было, потому что он говорит, закрыли рты, и всегда мы стояли молча и кивали, как роботы. С ними надо разговаривать, объяснять, быть искренними, потому что дети чувствуют эту настоящую искру. Я иногда думаю, мне тоже иногда хочется, ну, я с тебя так держу, думаю, так, ну, она издевается. Они тоже дети проверяют, насколько у тебя можно делать уколчики. И как только, даже с маленькой, там, вот, шестилетней, я вот просто сяду, говорю, подойди ко мне, давай, вот, поговорим. Я просто с ней говорю искренне, она берет и делает. Наташа, вы закончили карьеру месяц-два. Насколько это было тяжело? Не нужно просыпаться каждый день рано утром, понятно, но... Шли недели, месяца, вы в своих интервью говорили о том, что уже перемешались день, ночь, вплоть до того, что вы, там, остригли волосы. Было много всего, и время шло. И вот оно просто шло, и ты вместе со временем. Чем вы занимались в это время? И ничем. Вот, ничем, просто ничем. Это, это очень страшное время, и я очень счастлива, что я смогла его правильно пережить. А кто находился рядом в тот момент? Вот когда вот этот был период, полтора года? Я, у меня тогда был любовный треугольник с одним парнем и с другим. Я металась еще туда-сюда, и я потом встречалась, ну, опять-таки, выбрала уже, наконец-ки, я там буду встречаться. Это был творческий парень. Мы все знаем, что значит творчество в наше время, и какая у них жизнь, это другая жизнь. Вау, ты попадаешь в другую жизнь, все можно, класс. Это, в общем, было очень сложно. Один раз я, наверное, один раз была у психолога по своему вопросу, и один раз я там по ребенку, мне надо было найти подход к ребенку, я не знала, что мне делать. И первый был, когда я рассказала всю историю психологу, это был, по-моему, 2009 год. Я не знаю, как я туда попала, у меня была одна встреча, я все рассказала, она такая говорит, а почему ты не делаешь ничего, ты же все знаешь. А я говорю, а я не могу, она говорит, почему не можешь, я говорю, ну, я не могу принять решение, я не могу сделать шаг. Это вот сейчас мне, это так смешно звучит, прям, даже из моих уст, когда я это говорю, но я не могла, потому что за нас все делалось, все делалось. У тебя не было ни образования, не было ни друзей, ты не мог ни с родителями поговорить, у тебя не было другой обстановки. И всегда говорили, там столько-то прогонов, во столько-то прийти, ты тогда-то туда летишь, это твоя форма, это твои купальники. И опять это все повторялось, у тебя не было выбора. Вот единственный раз в жизни, промежуток жизни в гимнастике, у меня никогда не было выбора, потому что даже когда он был, какую музыку ты хочешь на упражнение, я говорила это, а тебе говорили, пи, ну, ладно, поши эти там купальники. Пошили какой-то, ну, какой я видела, допустим, мама там не разбирается, какие купальники, все, ну, ладно, сказали пошить, мы пошили, она мне при мне его порезала в 2008 году. Да, допускаю, он плохой этот купальник, страшный, он там мне не подходит, ну, по всякому случаю, можно бы сказать, молодец, конечно, ты послушала мои слова, вы занялись купальниками, теперь вы понимаете, ну, подвести их к ребенку, потому что все-таки Деругина занималась купальниками, занимается сейчас, чтобы гимнастике красиво выглядеть, но хотя бы, ну, похвалить за действие, что вы все-таки это сделали. Да, он тебе не подходит, но я там горжусь тобой, там, твоей мамой, что вы все-таки меня услышали и пошли делать, теперь ты понимаешь, как это сложно, там, партниху найти, пошить, обклеить купальники, вот такой подход, я считаю, должен быть, а не сказать, что это, и при мне это все порезать. И опять-таки, значит, все, что я делаю, это плохо, ну, в голове у меня, у меня она, ну, отложилась, ну, очень долго, мне понадобилось 10 лет, чтобы от этого всего избавиться. 10 лет, я считаю, что 10 лет дороже любой медали на Олимпиаде, любой, даже хоть 10 медалей. Наташа, вы знаете, я общался и общаюсь со многими спортсменами, которые, получая травмы или сознательно уходя из профессионального спорта, становятся заложниками ситуации, когда им некуда идти, они не знают, что им делать. И, ну, почему-то так получается, что они находят выход, потребляя, там, или алкоголь, или наркотики, то есть они становятся, скажем так, какими-то друзьями и союзниками. Было ли такое в вашей жизни? Было много чего было, и те слова, которые сказаны были Дерюгиной, тоже через многое пришлось пройти. Я считаю, что, когда спортсмен уходит, вся ответственность на тренере, вся ответственность, потому что он вкладывал в спортсмена, спортсмен вкладывал так же себя, это работа 50 на 50, ну, когда-то 60, когда 40, когда 70, когда 30. Наташа, и вот в какой-то момент к вам пришла Ирина Ивановна и попросила вас вернуться, но вы поставили ей условия. Но она ко мне не приходила, скажем так. Хорошо, она увидела, как вы тренируете деток, она увидела, в какой вы находитесь в отличной форме. Хорошо, перефразировали. И захотела вас вернуть. Она всегда видела во мне хорошего тренера. Я начну вот с такого момента, потому что, когда мы были в Африке на соревнованиях, и потом мы остались там на тренировку с девочками. Я достаточно такой командир, и девчонки были в разных носках. Ну, у кого-то там, я не знаю, Дед Мороз, у кого-то цветочки. Я тогда вообще не говорила на английском, нам кто-то, по-моему, там тренер переводила, я попросила, я была тогда с Бессонова. Но я сказала, вы все должны ходить в белых носочках. Ну, в общем, у меня тогда уже видение было, и вообще, ну, можно было это не говорить. Ну, вы же занимаетесь гимнастикой. Ну, хорошо, не белый там, ну, не знаю, приходите в черный. В черный, ну, как бы никто не приходит, это больше танцевальная тема, но в черный тоже прикольно. Но дело в том, что я тогда уже командовала, хотя как задатков тренера вообще нету. Зачастую великие спортсмены, они всегда становятся хорошими тренерами, или им нужно очень много времени, чтобы влиться в тренерскую работу. Но тогда оно мне было прямо вот заложено, все должно быть четко, там, допустим, по правилам, туда, туда и туда. И она всегда видела во мне хорошего тренера, она видела этот задаток. И после окончания спортивной карьеры она меня к себе звала. Она тогда говорила, давай, будешь тренироваться уже после определенного какого-то конфликта и после второго ухода. Я ей говорила, нет, на две тренировки я приходить не буду. Мы разошлись. Потом она мне опять, мы как-то встретились, пересеклись. Она говорит, давай одну тренировку в день. Я говорю, нет. Ну, у меня там уже потихонечку налаживалась жизнь. Потом она говорила, давай хоть пару раз в неделю. И я такая, нет, у меня другая работа. Я понимаю, что она мне там нравится. Или я вообще не хотела к ней идти. Потом она говорит, давай только на выходные ко мне приходи. Я тоже говорю, нет. И у нас был конфликт в 2016 году. Она мне почти сорвала мастер-класс в Бразилии. Мне пришлось то, что я не хотела делать, приходить к ней разговаривать. Но это был единственный такой момент, чтобы сгладить эту, в общем, всю обстановку. Так как я посчитала, что это ответственность на мне, так как меня пригласили. Уже билеты куплены, там дети собраны. Я там выступала в благотворительном, показательном выступлении. Там деньги собирались на малоимущих детей. Если я не поеду, этот клуб пострадает. В принципе, я могу сказать, да, ну, это же не мой клуб, чего я даже... Ну, не знаю, у меня есть совесть. Я настроилась, пошла к Дерюгиной. В принципе, она со мной очень хорошо разговаривала. Говорила, что дверь открыта. Но я говорю, вы не имеете права. У вас нет... у нас с вами нет никакого контракта. Вы мне не платите зарплату. Вы мне не находите мастер-классы. Вы ничего не делаете для того, чтобы это говорить. Я имею право. Подпиши там какой-то договор. Я говорю, о чем он будет? Ну, благо, сделал Блохина, потому что я сказала, если Блохиной не будет, я говорю, вообще не приду навстречу. Потому что Блохина хотя бы умеет разговаривать, и конфликты немножко раздвигают по полочкам. Да. Это у нее передалось от Альбины Николаевны Дерюгиной, хотя бы правильный подход к людям. Ну, и плюс она жила в Америке очень долго, поэтому это совсем другое воспитание. Она была далеко от мамы. Она говорит, а зачем тебе знать, что будет в этом контракте? Я на нее смотрю, мне там, ну, я не помню, сколько там было мне, ну, 29-30 лет. Я не понимаю, как человек 30-летнему человеку может говорить о том, что ты не должна знать, что в этом контракте. Я на нее смотрю, я на должна. А вдруг там в этом контракте будет написано то-то, 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 я должна к вам приходить на тренировку. Ну, как ты обо мне думаешь? Я при себе думаю, ну, я никак о вас не думаю. Мне должна быть четкая позиция. Ну, и я подписала договор, что я такая-то гимнастка, я готова помогать сборной. Но при этом мы обговариваем, когда, что, чего. Я имею право ездить на мастер-классы и при этом не отчитываться и быть свободной. Мы пообнимались, все. В этом году, в сентябре, я должна была поехать в Одессу на мастер-класс. И я очень сомневалась, что я туда поеду. Вот у меня интуиция подсказывала мне. И организаторы пишут мне там за, по-моему, две недели. Говорят, извините, пожалуйста, федерация запретила вам ездить, ну, поехать на мастер-класс в Одессу. А я говорю, а по какой причине? Причины нет. Я говорила с самой Ириной, ну, у меня есть эта переписка, я могу этот скриншот показать. У меня есть, нету объяснения, почему. Нет, и все. Я говорю, мышь, контракт. Я говорю, надо было вам сначала мне сказать, а потом с ней поговорить. Потому что у нас, ну, договор, ну, такой, типа, человеческий. Я даже согласилась, окей, я буду проводить мастер-класс. Если вы мне найдете мастер-класс где-то, я вам готова даже какие-то там проценты отдавать за мастер-класс, потому что вы мне его находите. Я считаю, это нормально, это как менеджер. Но вы же ничего не делаете. Или если бы она полностью ставила мне мастер-класс, как его вести, допустим, мастер-класс на 4 часа, мастер-класс на 2 часа, мастер-класс на 100 детей, мастер-класс на 50 детей, это же все равно все разное. Тогда да. А тут что, ну, почему? Она опять хочет со мной поговорить, чтобы я просто пришла? Ну, я понимаю политику Ирины Ивановны. Или ты со мной, или никак. Да, но при этом как бы школы не запрещают открывать. Открывай, если там хочешь запреты. Я просто не хотела открывать школу, и у меня никогда не было какого-то недопонимания с ней. Но школы открываются, разные школы открываются. Но она всегда хотела рядом со мной, ну, с ней, меня и других спортсменов, которых она воспитала. Ну, потому что это, ну, свое родное, как-никак. Хоть бы там и есть какие-то нестыковки в понимании, но этого нет. Ну, никто не хочет, можно было что-то изменить. Я об этом тоже думала. Если бы мы все, кто закончили спортивную карьеру, мы бы все хотели что-то изменить, что-то кому-то как бы доказать, потому что одному очень тяжело справиться. Но мы так же поступили эгоистично, я так скажу, к нашей стране, к нашим детям, которые воспитываются здесь. И мы уехали ради своего счастья. Я назову это так. Вот немножко вы ушли от вопроса. И позвольте, я задам вам прямой вопрос. Нет. Почему тогда вы не попросили у Ирины Ивановны квартиру? Я знаю, что вы попросили автомобиль, и она выполнила свои требования. Почему вы не попросили квартиру? Ведь ваши коллеги, заслуги которых даже не сравнимы с вашими, они получали квартиры. Вы, в свою очередь, этого не получили. И у вас была возможность. Или же вы посчитали, что это будет ту матч? Ну, во-первых, я даже не думала, что она выполнит свои обещания. Это раз. Во-вторых, я очень долго мечтала о мини-купере, и у меня еще с моей детской психикой на то время и неразвитым правильным мышлением на сегодняшний день для меня была важна вот эта машина. У меня дома машинки были. Ну, в общем, все, что можно было, связано было с мини-купером. Откуда оно взялось? Непонятно. Поэтому она сама сказала, она сказала сама, что я знаю, ты хочешь и мечтаешь об этой машине, она будет. Но когда мы заканчивался год после моего возвращения, мы разговаривали тогда с психологом, и психолог задал четкий вопрос Дерюгиной. Если ты хочешь, чтобы она тренировалась, и тебе она нужна, за сколько ты ей месяцев сделаешь квартиру? Один, два. И психолог вот так прямо задает. Потому что я думала, придя на эту встречу, я такая думаю, ой, ну психолог с ее стороны, сейчас я буду во всем виновата, как обычно. Нет, психолог был мужчина, он очень хорошо рассуждал, я тогда попросила, по-моему, зарплату тысячу долларов на то время, и чтобы она вот сделала мне квартиру. Она говорит, ради денег такого нам не надо. Типа, я, ребенок должен тренироваться просто так, ну как бы с любовью. Но я говорю, ну типа, мне 26 лет, и психолог ей это объясняет. Ей надо где-то жить, себя обеспечивать. Вот ради этого она вот готова дальше держать вот такой-то вес, приходить на тренировки, выкладываться и все выполнять. А если этого нет, ради чего? В общем, ей было очень тяжело слышать это от другого человека, и ни к чему мы так и не пришли. И я тогда, это был конец года 2010-го, и я не знала, что делать, что же делать, тренироваться или не тренироваться. Это было в моей голове, вот оно вот так вот крутилось, крутилось, крутилось. Вот ежедневно, я не знаю, вот только да, да, нет, нет. И мне, по-моему, тогда молодой человек сказал, ну прими решение. Мозг был недостаточно развит информационно, и еще не было человека, которому бы я прислушивалась. Возможно, не было того сильного человека, потому что я могу, скажем так, услышать, послушать, где-то встать на второе место, только если человек сильнее меня, мудрее, спокойнее, более образован. А кто был на тот момент рядом с вами? Творческий мальчик. Ну, что могло быть? Ну и в конечном итоге я тогда обрезала волосы, чтобы уже этот был тогда сложный период, чтобы был ответ «нет», я не знала, как получить, как сказать «нет» или как сказать «да». Потому что не всегда человек может сказать «да», и не всегда человек может сказать «нет». Что-то вот он не может, не хватает силы у него в каких-то принятиях своих решений, вот не может. Да ты не умел, долго боролась с принятием решений, учиться принимать самостоятельные решения. А что сейчас для вас на первом месте? Мой внутренний покой. Ну, я подразумевал, работа или, то есть карьера или личная жизнь? Нет, в первую очередь я должна ощущать себя в комфорте, внутренне свободной, счастливой. Потом личная жизнь вместе, работа, она приносит мне удовольствие, в ней я чувствую себя свободу. Ну вот, я на работе свободная. Во-первых, у меня так работа связана, что я с детками разного возраста работаю, они работают для себя. У меня есть дети, которые приходят на дополнительное. А также я провожу стретчинг, я помогаю с чирлидингом, там же, где я работаю. У меня вообще разное направление, там такие дети, тут такие дети, у меня мастер-классы. Я чувствую себя, у меня не только одно направление, их разное, в общем, многогранное. И все дети разного возраста, разный подход, это интересно. Мне с ними интересно общаться, разговаривать. Я, нету вот этой ответственности, что ты там должен сделать, я не знаю, столько-то поворотов, если ты не сделаешь там. У меня адекватные родители, везде, со всеми детьми, где я работаю. Во всех странах меня любят, когда я приезжаю на мастер-класс, все говорят, когда ты к нам приедешь, просто отдыхать. Приезжай, я думаю, боже мой, как моя жизнь поменяла, что везде меня теперь любят, везде меня ценят. И бывает по-другому. Вам есть куда расти? Конечно. Вы еще не реализовали себя полностью в том, чем вы занимаетесь сейчас? Ну, мне нравится, чем я занимаюсь. И я думаю, что я сделаю школу позже. И мне бы хотелось это делать после рождения детей. Потому что до полностью погружения будет в работу. И я опять, может быть, не замечу ту дверь, которая будет открыта. Из-за того, что я буду очень-очень много погружена в свою работу. А можно ли это спланировать? Нет. Это не планируется ничего. Это так хопа и приходит. Можно ли настолько распланировать свою жизнь, да? Нет. Можно распланировать день, неделю. Отношения, дети, потом карьера. Я не хочу карьеру. Мне, как я говорю, у меня уже есть карьера спортсменки. Школу открыть. Ну, это не карьера. Карьера, это я не знаю. Ну, я и так знаю, что я открою. Какие-то амбиции, нет? Нет. Какие-то планы, творческие задумки? Я думаю, она пойдет как-то постепенно. Она будет открываться ниточки. Я буду туда идти. У меня и так есть работа. Вот если бы ее не было, я не знаю, что я бы любила или люблю. У меня есть четкое понимание, что я люблю, что мне нравится, и куда бы я могла нырнуть. И я буду нырять, потому что сидеть, ничего не делать, это деградация. А что для вас работа? Это источник дохода или какое-то вдохновение, удовольствие? А я вам ответила чуть-чуть раньше. Это свобода. Именно так, как я работаю, свобода. А потом уже источник дохода. Да. Вы можете назвать себя независимой женщиной? Да, конечно. Вы что? Но я не буду с мужчиной, тот, который не будет меня обеспечивать. Но я бы хотела, чтобы я... Это важное объяснение. Чтобы я... Сейчас кто-то после этих слов уже отключился от интервью и не смотрит. Так, я смотрела интервью Собчак с Тодоренко, и Тодоренко сказала, что... Собчак спросила, кто вас обеспечивает в семье, кто добытчик. Она сказала, мои деньги – это мои деньги, а мужа деньги – это наши деньги. То есть вы за разделением бюджета? Я такая, классно. Ну нет, ну муж обеспечивает меня и ребенка, а мои деньги пускай будут у меня в копилке. Ах, вот оно что. Вот, и мне очень понравилось, и теперь класс, теперь я тоже так хочу. То есть по такому сценарию вы готовы развивать отношения с вашим будущим супругом? Потому что если он будет даже в финансовом плане слабее меня, я сдоминирую его. И просто буду уничтожать его личность. Это плохое качество у меня, но я ничего не могу поделать. Я буду колоть, 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 колоть. И оно внутри меня будет разлагать, разлагать, разлагать. Но поэтому я четко знаю, что я хочу, я четко понимаю, какая я внутри, и что мне можно, а что мне нельзя. Есть вещи определенные, да, которые нельзя, и над этим надо работать, и сдерживать где-то какие-то эмоциональные такие порывы. Ну, это очень сложно в каких-то таких вот моментах. А сколько сейчас нужно независимой женщине, чтобы чувствовать себя комфортно? Не так много. Ну, примерно, в пределах, давайте так, до двух тысяч долларов, больше. Конечно. До двух тысяч долларов. Конечно, в нашей стране с головой хватит. Вы что? Да даже на тысячу можно легко прожить. На тысячу легко? А куда деньги девать? Я не хожу по ресторанам, я не покупаю дорогие вещи, потому что я считаю, это не камильфо, сейчас к Заре можно шикарно надеться, одеться. А где вы одеваетесь? Я Зару люблю. Зара, Зара, Зара. На правах реклама. Ну, пускай будет, они мне не платят. Но можно недорого и стильно одеваться. Если бы у вас, хорошо, если бы у вас была возможность, вы бы одевались в более дорогие бренды? У меня есть. Есть возможность. Я не вижу смысла. Возможность я зарабатывала в месяц, ну, тысяч пятьдесят долларов. То, может быть, бы я на это потратила. То есть вы не включаете? Бренд, есть качество от бренда, если взять определенные дорогие вещи, которые я в свое время, мне, когда я встречалась с мужчиной, он мог подарить дорогую вещь, опять-таки, он меня научил, когда я встречалась с Олегом. Он обеспеченный человек, он мог ходить, не знаю, в шлепанцах, которые стоят пятнадцать долларов, хотя мог себе купить шлепанцы, которые стоят пять тысяч долларов. Он говорит, зачем? Учись жить скромнее. И когда мне дарили дорогие вещи, она мне не делала счастливым. Я получала то, что я хотела. Потом, когда я начала зарабатывать, я начала думать, а зачем мне столько этих денег отдавать, допустим, на эту сумку? Ну, я же могу. И амбиции, и то, что я могу сама заработать, и сама потратить, и купить то, что я хочу, мне никто ничего не скажет. Ну, я опять-таки, я ее купила, последняя вещь, по-моему, была от Dior в прошлом году. Она до сих пор лежит, упакована. Ждет своего звездного часа? Я даже не знаю, куда ехать. Я хожу с такой прикольной сумочкой, она 200 гривен стоит, такая, знаете, как бананка называется, купила в шоу-руме. Я такая счастливая, класс, под все подходит. Самая дорогая вещь в вашем гардеробе? Ну, это, наверное, сумки. Пятерочку. Она была подарена от Олега. А себе я купила, по-моему, за полторы. И все. И я не знаю, куда можно девать еще деньги. Я по ресторанам особо не хожу. Мне не нравится, я не знаю. Там очень много людей. Я не люблю, когда много людей. Я очень придирчивая, что... Я понимаю, что принесли пасту, я думаю, я, которая особо не готовит дома, потому что я готовлю обычно только для себя. Но нет, нет для кого готовить. Я делаю вкуснее. Так зачем мне тратить столько денег, чтобы сюда приходить и есть? Много кто-то приходит себя показать. Многие там ищут себе женихов. И они так, а мне не нравятся. У меня нет вот этого умения. Ну, вы не кайфуете, да, когда вы находитесь? Я не кайфую, да. Мне это не нравится. Мне кайф о том, что я сама могу заработать. И я знаю, что завтра у меня будет на кусок хлеба. А кто-то живет, и сегодня заканчивается срок оплаты за квартиру. Она не работает, и ей... Она не знает, как она будет платить. Зато у нее есть одиннадцатый айфон. Наверное. Я бы просто застрелилась. Манерная система не выдержит. Мне нужно иметь свою работу и свои деньги, потому что какой бы мужчина ни был, с ним может произойти все, что угодно. И когда ты уже будешь с ребенком, когда я буду с ребенком, и вдруг что-то случается, я буду одна. И как я буду обеспечивать... И у меня ответственность перед ребенком. Поэтому я всегда должна быть в каком-то деле, которое будет приносить мне какую-то копеечку. Не обязательно миллионы, но какая-то минимальная копейка. Тем более я это люблю, мне это нравится. И мне вот в кайф реально работать с детьми. А в одном из последних интервью вы сказали, спорт не воспитывает, тебя используют, тебя дрессируют как собаку. Наш вид спорта, да. Через что я прошла. Я воспитываю по-другому. Никто не будет тратить время на разговоры с детьми. В нашем виде спорта тот, кто занимается более-менее профессионально. Не хотят лень, не хотят развивать... Банально просто лень. Да, да. На ваш взгляд, имеет ли моральное право спортсмен менять гражданство? Человек рожден свободным. Он таким и должен оставаться до конца своего вздоха и выдоха. Человек вправе принимать любое решение, которое он хочет. Мы живем в свободной стране. И если его в этой стране что-то не устраивает, и он хочет уехать в другую страну, где он будет лучше жить, то почему нет? Зачем человек должен жить там, где ему не нравится? Или работать там, где он не нравится? Просто не каждый может сделать этот шаг. Я не хочу работать в сборной. Я не хочу на место Ирины Ивановны. Я это сказала ей в глаза в 2016 году. Она улыбнулась. Я говорю, я не хочу. И никогда не буду. Если бы я хотела, я бы уже там была. Или помогла бы другим людям, которые, возможно, хотят заменить это место. Но заменить это место может человек, который поменяет это все к лучшему. Изменит мир художественной гимнастики. Это вокруг одни шакалы, которые готовы разорвать это все. И каждый ломтик. Поэтому не всегда хорошо менять что-то кардинально. Возможно, мы те, кто уехали, кто не с ней, мы также виноваты в том, что это не меняется. Потому что, возможно, если бы мы были рядом и помогали ей, ее бы окружали не шакалы, гиены, а другие люди. Но мы выбрали свою жизнь. И в этом виновата она. Потому что от хороших людей, от мудрых людей, от людей, которые умеют слушать и слышать, никогда не уходят. А справедливо ли то место, которое сейчас занимает Украина в гимнастике? То есть последний успех – это 96-й год, если я не ошибаюсь, Елена Витриченко, да? Да, третий. Ну, почему Анна Бессонова еще была в 2004-м? Ну, если мы говорим про Золотую. Про Золотую. Резодинова была. Ну, последний Резодинова – это был 2016-й. Невозможно быть все время наверху. Есть спады и падения. Это нормально. А насчет… Ну, какой-то… Вот такой прям регресс наблюдается. Если раньше хорошо мы были в тройке, это считалось нормальным, то теперь мы уже даже не в пятерке. Мы уже туда где-то ближе к десятке. Поэтому назревает вопрос. Возможно, система тренировок Дерюгина устарела? Возможно. Как вы считаете? Возможно. Что нужно сделать для того, чтобы Украина вернула себе те позиции, на которых она была вот в 90-х, ближе к 2000-м? Что нужно сделать, на ваш взгляд? Спросите у Дерюгина. Не, мы спросим. Но так как сегодня нам посчастливилось, что у нас вы в гостях? Мы хотели бы услышать ваше мнение. Надо менять систему. Систему надо менять полностью. Начиная с того, какой должен быть тренировочный процесс. Для каждого он должен быть разный. Для каждого спортсмена. Психолог. Очень важно, чтобы был… Это не такие большие деньги на психолога. Найти к ребенку подход, с ним разговаривать, и тренеру, и вообще человеку. Тоже очень часто нужен психолог. Кто-то говорит, что это надо, это друзья, это тоже психолог. Нет, он иногда тебя подведет к определенному моменту, который вроде ты видишь, а ты не видишь, а ты опа, и сам ответ найдешь. Ну, это очень полезно. Дети проводят очень много времени в зале. Этого не нужно. Мозг ребенка должен переключаться с физического напряжения на умственный. И развивать и то, и то это возможно. Понятное дело, что профессиональный спортсмен не может доцепить полную учебу в школе. Ну, процентов 30 может. Чтобы все разговаривали на английском, как минимум, давали спокойное интервью, чтобы, я не знаю, я много раз уже повторялась, был замечательный мейкап, чтобы девочки учились, хоть частично в школе никто же не учится. Я просто узнаю, я спрашиваю, и это печально. И когда детей после соревнований, это вот была универсиада, и детей с самолета погнали сразу же в зал. Это нормально? Это деспотия. Это ненормально. В определенном возрасте мозг не может воспринимать большое количество информации и также физической нагрузки тела. Ему должно тело отдыхать, переключаться. Не может ребенок, приехав на соревнования, в 5 утра их загоняют в спортзал, чтобы они бегали, худели и снимали свой лишний вес, который они набрали во время полета. А потом у них соревнования. Это ненормально, я считаю. Потому что уже мир весь работает по-другому. Большая часть, мировая элита художественной гимнастики работает по-другому. Они учатся, и в рекламах снимаются, и в тройке. Меняться очень сложно. И не каждый рискнет что-то поменять. Особенно, когда нету тех людей, которые бы постоянно говорили, что поменяемся, поменяемся, так будет лучше, 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 лучше. А когда человек не умеет слышать и слушать, это беда. Хорошо, что поменять, мы уже выяснили. Как поменять систему? Никак. Мы все уехали. Или занимаемся... Ну, давайте каким-то образом постараемся вернуть людей. Нет. У вас же наверняка есть единомышленники, которые готовы изменить что-то в этой стране для того, чтобы гимнастика вышла на какой-то новый уровень, вернула себе былые позиции. Это такое глобальное должно быть изменение, переворот. Хорошо, а кто, если не вы? Кто может изменить? Я не хочу. Я такая счастливая, свободная. Зачем? Всегда нужно понимать, для чего. Ну, хорошо, для чего. Я не хочу жертвовать своей жизни ради кого-то. А кто-то должен сделать это? Вот кто-то, значит, созреет, кто-то будет более фанатичным, и он изменит. Или ничего не изменится, или все разорвут через, там, 20 лет, или оно поменяется. Каким вы видите гимнастику через 10 лет? Не знаю. Я не хочу знать о ней ничего в мировой элите. Я уже буду заниматься своей семьей, школой для здоровья деток, все будут счастливы, и меня совершенно не будет интересовать мир художественной гимнастики на мировом уровне. Ну, Таш, почему вы не любите футболистов? У них очень большие зарплаты, в отличие от нас. Несправедливо. А мы работаем куда не менее, а то и более. Послушайте, по такому же примеру люди на заводах, которые работают по 14 часов, могут сказать, что люди, которые сидят в офисе 8, тоже недостойны своей зарплаты. Правда. Ну, и следуя вот этой логике. Конечно. Банальная зависть. Несправедливость. А в чем проявляется несправедливость? В том, что у нас не такой популярный вид спорта. И опять-таки, я этот вопрос задаю тренерам, которые очень долго в этом виде спорта, и которые должны популяризировать этот вид спорта. И это возможно делать. И чтобы девчонки снимались в определенных рекламах, пока они на слуху. И зарабатывали себе на будущую жизнь. А это возможно в нашей стране? Конечно, возможно. Реклама. Степ-бай-степ. Степ-бай-степ. От чего-нибудь. Да даже каких-то начать с соков, спортивной одежды. Я только хотел сказать, соки. Ну попробуй с соков, попробуй потом с чего-то еще. А вы представляете бюджет данного мероприятия в нашей стране? Всегда все можно найти. По-моему, в нашей стране можно заработать только снявшись обнаженной, да, для какого-то глянцевого журнала. Поплатить. Ну, возможно. Чтобы сняться. Обложки у нас дорогие. Да я вообще не считаю уместным, чтобы великая спортсменка, титулованная спортсменка снималась в откровенных журналах. Ты должна подавать пример детям. на тебя смотрят дети, на тебя смотрят родители, и я считаю, это неправильно. Такие фотографии должны оставаться у себя. Ну вы сейчас как моралист смотрите на этот вопрос. Но я сейчас смотрю на это по-другому, потому что я будущие родители. Я бы, допустим, хотела бы искать для мальчика или для девочки какую-то секцию. Возьмем девочку и искать тренера. Я должна прочитать все об этом тренере, поговорить с этим тренером, чем занимается этот тренер, если она все время участвует в каких-то публичных мероприятиях, где я считаю, тоже не место. Если ты хочешь быть тренером, конечно, выйти в свет на определенную, на определенное мероприятие да. Ну, допустим, как это делает Мамун, олимпийская чемпионка прошлой олимпиады. Ей Амина Зарипова, ее тренер, личный тренер, помогала найти менеджера, который всем занимается. Она ходит на нужные вечеринки, скажем так, мероприятия, где светит своим титулованным лицом, не снимается в эротических журналах. Она мама, у нее есть ребенок, у нее есть муж, она дает мастер-классы. Это хороший пример. Вот это я считаю, это очень яркий, правильный пример, как должно быть. Тем более, это не тот мир, что у меня тоже были фотосессии, которые попадали на просторе интернета, но они зачастую были не у меня, а у моего пары на то время творческого, который выставлял все это на публичность, они были взяты. Сейчас мир изменился. Ты уже давно заканчиваешь спортивную карьеру, если ты уже мама, ты должна думать головой, читай книги и очень много информации. Аташ, вы понимаете, что футболисты это далеко не самые обеспеченные? Ну, почему все-таки футболисты? Нас сравнивали всегда вот как-то футбол, футбол, футбол. Ну, вообще, я в целом говорю, что я человек, который не особо любит общаться со спортсменами, мне не интересны спортсмены, потому что большая часть спортсменов сломленные люди, сломленные души. У них похожая ситуация жизненная, которая была у меня, мне не интересно с ними разговаривать и слушать то, что у них было, похожее на меня. Мне интересно новый поток информации, развиваться. Мои друзья или мой молодой человек, будущий или еще кто-то, должен быть информационнее, выше меня. Я люблю тянуться, быть слабой и тянуться за сильным, а не наоборот. Мне не интересно то прошлое. Вы сразу поставили крест на спортсменах, как на людях, которые могут дать вам больше. Большая часть, я не сказала все, это разные вещи. Да, разные виды спорта, у них разные жизни были в спортах и не каждого человека так ломали, как нас. Чтобы получить то, что нужно тренера, зачастую ломают внутренний стержень. А потом, после окончания спортивной карьеры он начинает расти. Может быть, он вырастет не в то направление, которое ему дал создатель, куда надо вырасти. Но это мое мнение. Оно может быть ошибочным, но для меня это так. Но с тем, с кем я сталкивалась, было так. Почему-то вот так повелось представители всех профессий, да, легкоатлеты, гимнастки, они все ненавидят футболистов, потому что те, по их мнению, получают неоправданно большие зарплаты. Зачастую они гуляки, страшные. Дебоширы, как и хоккеисты. Опа! Это тоже всем известный факт, поэтому кому-то это нравится. А кто-то тренируется по 12 часов, да? А кто-то тренируется, да. Ну, они выбрали такую профессию, то их выбрали. Но она хотя бы приносит им деньги. Ну, правда.